Сезон стройки в Нагорной части. Стучат птицы, стучат люди, а еще пилят, варят, ровняют. То, что рядом растут дома, жильцы санаторного проезда резко почувствовали рано утром. Грузовики один за одним, но людей смущает не шум. Вот они сейчас встали и все. Тот груженый, блин. Этот уже разгрузился. Покрытие Парковой улицы не предназначено для грузовиков. Но именно этот путь стали выбирать строители соседнего ЖК Парковой, знаменитого объекта Барнаула Капстроя. Жители говорят, что в последнее время строительство стало активным, поток машин вырос. Ну это сейчас, да. Вот буквально, сами видели. А вот это вот место, они сейчас его засыпали здесь. Вот. Но дорога лишь одна из бед. Грузовики проседают, уходят в зыбучие пески. Либо смело поворачивают в объезд по детской площадке. Люди боятся за своих детей, а еще за коммуникации. Под опасным участком проходят трубы водоснабжения, и они не рассчитаны на нагрузку в несколько тонн. Одна идет вот сюда и пошла ко мне домой, вот сюда вот в этот дом. Вот. Вторая теплотрасса, она идет прямо вот, где вот у вас ноги стоят. Ну вот. Вот так вот она идет вот на те дома. То есть она под нами? Да, она прямо вот здесь вот, да. Под нами? А? Сколько метров под нами? Метр максимум. У нас частная она идет. Мы-то платим, кто он там, в энергетике или кто, не важно. А эта-то линия идет на нас. То есть если вы разорвете ее, кто будет делать? Тут инвалид живет, инвалидка. Там инвалид первой группы живет тоже. Везде здесь, я не знаю, вот порвется, кто что делать будет, не знаю. За те полчаса, что мы здесь работаем, проехало уже машин 20. Каждая весом под несколько десятков тонн. Так и начинает иметь вес опасения жителей за свои коммуникации. Вот опять колья, вот опять. Все поразрыто опять. Это видео Александр снял вечером после нашей съемки. Рытвины образовались за 5-6 часов. Успеют ли крепкие морозы спасти жильцов от коммунальной аварии, непонятно. Получить комментарий от застройщика пока не удалось. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.